Не секрет, что очень много у нас детей в совхозе, которые в следующем, ну в этом году, в сентябре, пойдут, должны пойти в школу. И очень многих, и здесь вот у вас даже была встреча с большим количеством родителей, очень много людей беспокоит, как этот вопрос будет решаться, и будет ли построена пристройка к новой школе. Как вообще сегодняшний день эти дела обстоят? Угу. Что пристройка будет, это то, сто процентов. Потому что мы никогда еще наши планы, мы не, скажем так, отменяли, и поэтому мы в любом случае построим пристройку. Вопрос, как и когда? Потому что вот с того момента, когда мы встречались с родителями, их было там больше 50 человек, я объяснял, что нам мешает только вот эта чиновническая, абсолютно бездарная, я бы даже сказал уже мафия, которая не дает возможности даже пристройку в школе совхоза военную построить, мы продвинулись, но не сильно далеко. После того, как мы уже устроили такой большой скандал в комитете по городостроительству, они согласовали нам АГО, так называемый. АГО — это архитектурно-городостоятельный облик зданий. И раньше этого никогда не было, но вот с 16-го года они вдруг решили, что они самые грамотные, самые умные архитекторы, и поэтому все должно быть согласовано. Ну, неважно, мы это прошли, и теперь вдруг выяснилось, что при согласовании, то есть для того, чтобы разрешение на строительство получить, нужно предоставить в Министерство жилищного строительства все без исключения согласования. И в одном согласовании в Росавиации было написано «не пристройка в школе, а школа». И нас заставили поменять вот это, ну, скажем так, причем я с министром говорил, я говорю, слушайте, а какая разница, пристройка в школе, школа, это же Росавиация, самолеты, что на пристройку в школе, что на школу не влияют, у вас же есть заключение. Ну, дайте нам, мы потом будем исправлять. А что такое исправлять? Это надо получить новое заключение в Роспотребнадзоре, а потом с этим Роспотребнадзорским заключением пойти в Росавиацию. И они на основании этого дают. Она говорит, ну, чиновники у нас самые сильные, каста или там, не знаю, вообще неприкасаемые. Ну, мы их уговариваем, а они сказали, нет, вы все равно пройдете. Я говорю, слушайте, вы целый микрорайон, пригород Лесное, вообще без Росавиации и без Домодедова согласовали, без всяких проблем. Она говорит, а тут пристройка в школе, вы же знаете, что она построена недавно, тут ничего не изменилось. Тем более, есть у вас заключение 2020 года о том, что не пристройка, а школа прям вся согласовывается. Не уговорил. Теперь мы прошли и получили согласование Роспотребнадзора. Загрузили вчера, теперь так называется, документы в электронную почту Росавиации. Сейчас получим, пойдем и опять попробуем получить разрешение на строительство. А когда получим разрешение на строительство, я не знаю. Потому что что они еще придумают, одному Богу известно. Но я просто все вспоминаю старые советские времена, в которые мне довелось благословенно работать. Если бы кто-то не дал возможности хозяйствующему субъекту, совхозу, сделать какое-нибудь хорошее дело в школе, этого человека завтра бы уже просто с волчьим билетом выгнали на улицу. Ни один секретарь и кома, ни один председатель облсполкома даже представить себе не мог, что такое возможно. Наоборот, все помогали. А у нас главное отказать. Причем я и объясняю, слушайте, это же не торговый центр и не какой-то боулинг. Это пристройка школе, которая необходима всем. Если мы весной начнем, то мы к следующему сентябрю, не к этому, а к следующему, закончим. И пойдут дети в школу. И в ответ, мне, кстати, очень интересно. Вы знаете, 55-я статья Городистоятельного кодекса нам запрещает. Я говорю, слушайте, вам интересно, иногда вы такие вещи делаете, которые вообще за них, извините, уголовные дела возбуждать надо. А пристройку в школе вы, значит, вроде как прикрываетесь 55-й статью Городистоятельного кодекса. Но, несмотря на это, мы свой путь пройдем. Я думаю, что мы начнем строить в этом году. Ну и надеюсь, что если... Тут еще один вопрос с финансированием. Мы должны найти деньги. Учитывая то, что нас именно власть вместе с властными этими рейдерами со всех сторон обложила. У нас же все арестовано. Акции арестованы, земельные участки арестованы. У нас куча всяких судебных заседаний. Мы деньги сумасшедшие тратим на юристов. И, кстати, я потом вам расскажу, как они сами блокируют строительство дорог. Вот именно такими и вещами. И в результате мы пока вынуждены искать средства для стройки. У нас есть предварительные договоренности. А кто профинансирует... Ну, как мы профинансируем эту пристройку. А там больше 3000 метров. Это означает, что где-то порядка 350. А может быть, даже теперь, учитывая, скажем так, курс евро, а мы же там все импортное, к сожалению. Может быть, даже 400 миллионов придется потратить на пристройку. Но мы оптимисты. Поэтому начнем строить, я надеюсь, в этом году. Продолжение следует...